Я журналист, и я училась на журфаке. Мой однокурсник Вадим один раз читал свой доклад и сказал примерно следующее. Гюстав Лабер писал свои книги и для людей, и для женщин. Так вот сегодня я хочу поговорить о людях и о женщинах. Как у журналистов, у меня есть совершенно определенные претензии к женским СМИ. На мой взгляд, они совершенно не отражают картину моего мира. При этом я молодая женщина, и считаю это, что большинство девушек на своем третьем десятке на самом деле очень на меня похоже. Но чтобы как-то справляться с негативными эмоциями, потому что, как и любого журналиста, меня бесит СМИ, я решила играть в такую игру с самой собой, переделывая совершенно реальные заголовки, совершенно реальных журналов. И я жду презентацию, чтобы вам показать, как у меня здорово получается. Спасибо. Я чувствую себя несколько нелепо. В общем, как бы то ни было, давайте не будем читать, я вам сейчас сама все расскажу. Итак, 10 купальников для любой фигуры, но не твоей. Тренировки, которые не помогут тебе походить на Тейлор Свифт, потому что ее фотошопят у тебя нет. 10 отелей Карибского бассейна, на которые у тебя нет денег. При этом меня интересуют десятки, если не сотни вопросов, которые тоже можно назвать женскими. И вот некоторые из них. Как найти достойную стажировку за рубежом? Как понять, что тебе пора воспользоваться помощью психотерапевта? В конце концов, что делать, если гадкий коллега пристает к тебе на работе? Дело в том, что стандартные СМИ выглядят примерно так. Если вы сами представите любой журнал, там обязательно будут помады, скрабы, пилинги. И прочие вещи. И это, конечно же, важно, потому что мы все этим пользуемся. Но помимо этого есть и другие важные вещи, связанные с самоактуализацией и с профессией, с карьерой, с детьми, с родителями. И когда дело заходит о них, в СМИ обычно начинают швыряться стереотипами и не предлагают никаких решений проблем, которые возникают у женщин. Я думаю, что это происходит, потому что женщину невозможно понять. Женщину невозможно понять. При этом я напоминаю, что мы разобрались... Ну ладно, теперь с этим живите. Так вот, женщину невозможно понять. При этом мы живем в 2016 году, и мы знаем, как построить корабль, который долетит до Марса. Мы научились пересаживать сердце. В конце концов мы разобрались, как приковать к экранам миллионы людей при помощи кровосмешения и драконов. Но при этом женщину невозможно понять. Так вот, из-за этого стереотипа возникает очень много трудностей. И одна из этих трудностей связана с выбором профессии. Потому что вы все прекрасно знаете, невозможно найти любимое дело, не понимая, какая именно профессия, и кто вы именно такой, и какая именно профессия подойдет вам лично. При этом в женских СМИ чаще говорят именно о том, как профессия должна выглядеть со стороны и насколько она сексуальна. чем о том, насколько она важна для человека, как личности и индивида. Так вот, я хочу представить вам Алексея Белякова. Алексей Беляков является главным редактором одного из... заместителем, извините, главного редактора. Это я ошиблась. Одного из крупнейших глянцевых СМИ для женщин на русском языке. Так вот, люди, которые поддерживают Алексея Белякова, предскажут мне 40 кошек, и вот, ей-богу, лучше 40 кошек, чем один Беляков. Итак, пять самых сексуальных профессий по версии Алексея Белякова. Официантка, потому что быть сексуальной — это ее работа. парикмахер, оператор колл-центра. Обратите внимание, я даже читать это не хочу, если честно, вы там сами как-нибудь разберитесь. Либо проводница, потому что ее хотят все женщины вагон. Это реальные цитаты. То есть я вообще не обманываю, не придумываю. Это выходит в современной прессе. Либо продавщица одежды. Так вот, я думаю, что нам навязывают подобную модель выбора профессии не только со страниц журналов, но и с самого того момента, как в семье появляется девочка. Потому что девочки говорят примерно следующее. Главное быть красивой, а вот смелым и приходящим на помощь будет мальчик. Либо паяльник и программирование не сочетаются с красотой и женственностью. То есть нам нужно обращать внимание на размер собственной груди при выборе профессии, что является совершенно точно не основным критерием. При этом я хочу сразу же обратить внимание, что с мальчиками это тоже работает. То есть мальчик не должен быть как девчонка. Ему нельзя плакать как девчонка. Ему нельзя говорить как девчонка. Ему нельзя, чтобы мальчику нравились вещи, которые нравятся девчонкам. И я уверена, что если мы станем очеловечивать девочку и не решать за нее, какой образ ей стоит выбирать, мы сразу же перестанем говорить мальчикам, что им делать и как быть. И я уверена, что когда это давление спадет с людей, все люди просто заживут счастливее и более полноценной и полной жизнью. Есть и другие моменты, которые наталкивают меня на мысль, что женщины не понимают, а вообще бы уже пора. Я недавно прочитала исследование некого человека из Лондона, Джона Гильбо. Он занимается проблемами репродуктивного здоровья, и он провел просто масштабное исследование, опрашивая девушек и их врачей о менструальных болях. Я узнала много нового. Во-первых, менструальные боли называются дисминареей. Я вижу, как зал несколько напрягся, потому что я задела тему, про которую вы наверняка не ожидали услышать. Так вот, дисминареей страдает 60% девушек. 60% девушек на этой планете первичной формой и вторичной формой страдает примерно 15% девушек или женщин. И дело в том, что у проблемы дисминареи нет никакого решения, потому что никто не знает, откуда берется первичная форма дисминареи. То есть некоторые врачи на полном серьезе думают, что дисминарея вызвана разной длиной ног. 2016 год, я напоминаю. Дело в том, что дисминарея может быть такой же сильной в плане болевых ощущений, как сердечный приступ. И единственное решение для людей, страдающих дисминареей, это таблетки ибупрофена. Если у человека прихватило приступ, и мы подходим к нему и говорим, ну, может тебе ибупрофенчику, мы бы просто жили бы в страдающем средневековье. То есть это неправильно, так быть не должно. При этом, если мы воспользуемся крупнейшей базой научных данных, данных Google Scholar, и, пожалуйста, не путайте это с обычным Google, и введем слово дисминарея в поисковую систему, мы увидим 42 тысячи запросов. Что, конечно, не запросов, простите, а упоминание дисминарея в различных статьях, что само по себе неплохо. То есть цифра вполне себе крупная. Однако, если мы проведем тот же эксперимент со словом мигрень, то окажется, что про мигрень написали 627 тысяч раз. При этом мигренью болеет в 4 раза меньше людей. И даже если мы побалуемся дальше и проверим, сколько ученых на этой планете озабочено словом импотенция и занимаются импотенцией, мы увидим 247 результатов. Так вот, почему у нас нет решения для дисминареи, и почему дисминарея не была изучена должным образом? Потому что мы живем в культуре, в которой женщина непонятна не только как с психологической точки зрения, но и женщина непонятна и с физиологической точки зрения. Причем это стереотип. Мужчины и женщины находятся на этой планете одинаковое количество времени, и если у нас есть разница в физиологии, женская физиология нисколько не сложнее мужской. И я уверена, что если мы наконец-то признаемся, что женщина — это не нарния, и ее можно понять, и она существует, мы найдем решение для 2,5 миллиардов людей, которые ежемесячно тратят 3 дня своей жизни на то, чтобы сражаться с болевыми ощущениями. Дело в том, что непонимание женщины ведет к другим проблемам, и это проблема отношений между мужчинами и женщинами. Когда мужчина говорит «пожалуйста, не делай так, мне будет больно», мы слышим ту самую фразу. Эй, не важно. «Пожалуйста, не делай так, мне будет больно». Когда женщина говорит «пожалуйста, не делай так, мне будет больно», мы не слышим ничего, даже если мы ее слушаем. Это происходит, потому что в мире существует образ этой женщины, которая в лучшем случае человек эмоциональный, а в лучшем случае просто истеричка и оторва вообще, да, и драматизирует постоянно. И когда рациональный человек женского пола, готовый к конструктивному диалогу, не может его добиться и переходит на крик и слезы, это только подтверждается. Но на самом деле у рационального человека может не быть другого выбора. Потому что нас также учат с самого детства, что инструмент женщины — это слезы и крики. При этом слезы — это инструмент жертвы. А позиция жертвы никогда не делает человека счастливым. Соответственно, несчастные люди никогда не будут делать своих близких счастливыми. Они тоже будут делать их несчастными. Я знаю, что к этому моменту в зале должно накопиться некое возмущение по поводу того, что я говорю, и много вопросов. Но я хочу сказать, что феминизм — это совсем не обязательно борьба против мужчин. Феминизм — это борьба за то, чтобы оставаться собой и за то, чтобы нам не навязывали идеи, которые не сопоставимы с нами как с личностями. При этом не все девушки это понимают, и многие из девушек и женщин живут в этом нереальном мире с нереальными правилами, на которые тратят очень много эмоций, сил и так далее. И пример можно привести очень простой. У многих из вас есть такая подписка в Инстаграм. То есть там девушка, которая сразу же просыпается красиво, она засыпает красивой, она всегда счастлива, у нее ноги депилируются сами, локоны сами завиваются, пока она спит. В общем, у нее реально все хорошо, она идеальная. И при этом она совсем на меня не похожа, потому что идеальные девушки не приезжают в крупнейший образовательный центр Сибири, чтобы выйти на этот красный ковер и нажаловаться на свою судьбу. Так вот, эти девушки пытаются обрамить свою жизнь в пиксельную рамку 800 на 800, в то время как жизнь громадная, грохочащая, красивая, просто необромима. И жизнь вообще полна тоски, страданий, разочарований, боли. Но именно эти вещи открывают наше сердце для любви, понимания, взаимоподдержки и партнерства. И я предлагаю просто сделать усилие и отказаться от идеи, что женщину невозможно понять, потому что понять ее так же легко, как мы понимаем, например, других людей и другие концепты нашей реальности. И при этом я также знаю, что у феминизма есть оппозиционный лагерь, и они могут сказать примерно следующее. Ну как же вы же, девочки, вы же любите печь пироги, романтические комедии, масочки, вот это все. Да, конечно, любим. Я тоже это люблю. Вот фотография, которая тут висела 5 минут, это фотография моего санузла в отеле перед тем, как я сюда приехала. То есть там гора, да, всего. И я это действительно люблю. И я люблю лежать воскресным утром и почесывать самую любимую на свете щетину, потому что эта часть жизни тоже важная. Но еще важно понимать, что ты за человек. Важно найти карьеру, которая тебе будет приятной, которую ты будешь любить на протяжении всей своей жизни. Важно уметь рассмеяться в нелепой ситуации. Важно очень многое. Я хочу, чтобы мы об этом говорили. И чтобы об этом говорить, нужно просто послушать женщину. Еще один момент, который... У меня тут сцена моя, поэтому я могу говорить все, что угодно. С нее еще один момент, который не устраивает оппозиционеров феминизма, в том, что вот мы, мол, такие самостоятельные, получается, что нам мужчины не нужны. И тут феминизм достает из рукава мой самый любимый козырь. Дело в том, когда мы перестаем воспринимать отношения с нашими мужчинами как кредитно-финансовые, и когда мы сами понимаем, что нам нужно, для важного в отношениях становится больше места. Теперь мы можем делить друг с другом прямо в полную силу любовь, дружбу, партнерство, взаимоподдержку и так далее. И я считаю, что это очень круто, и нужно наконец-то начинать этим пользоваться. И отношения действительно удивительные. И именно отношения стоит рассматривать как нечто волшебное, потому что они каждый раз уникальны, они каждый раз непостижимы. А вот женщину можно понять. И когда мы это сделаем, Гюстав Флабер наконец-то станет писателем для людей. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.